Сейчас я покажу вам буддизм. Обалдеть! Куда собрался? А ну стоять! Обалдеть! Здравствуйте! Это канал Максимадзе. И это обзор мода на GTA 5 под названием меню PC. Чит. Я уже делал обзор на такой мод, но я там кучу всего не показал, оказывается. Там еще дохрена чего надо показывать. И я решил, собственно, сделать вторую часть. Капец, какой тут апокалипсис начался после этих выкрутасов с буддизмом, блин. Которые вы только что видели. Ну, ладно, каким буддизмом. Суперсилой, наверное. Короче, есть одна интересная функция. Но перед тем, как я ее покажу, надо показать еще некоторые вещи. Они связаны с оружием. Но перед этим, парочку вопросиков вам, дорогие друзья. Вот вы... Да когда это все кончится, а? Да е-мое, это когда приглядится. Вот, короче, вы видите снег? Снег падает. А еще, кстати, я 60 кадров добился. Вообще все плавненько выглядит. Да и вроде бы даже никаких тормозов, ничего нет. Короче говоря. Вы видите, что снег. Снег тут на дворе. Снег падает. Красиво все. И... К вам такой вопрос. Хотите ли вы, чтобы я сделал новое прохождение сюжета GTA 5? Вот с этим снегом. То есть зимнее такое прохождение, так сказать. Хотите, чтобы я такое сделал? И при 60 кадрах причем. И, по-моему, насколько я знаю, на данный момент, ну, по крайней мере, в России на данный момент, никто такого прохождения не снимал. Наверное, будет очень офигенно такое прохождение сделать. Пишите в комментариях, если вы хотите такое прохождение. Я в декабре начну его делать. В декабре. Может быть, конечно, и раньше, не знаю. И... Все зависит еще от того, как вы захотите. Только никому не говорите. А то... Начну сейчас... До меня прохождение записывать, и все. В общем, ладно. Вот. Еще вот появилась одна проблемка. Я решил скачать пиратскую версию GTA 5, чтобы освободить 20 гигабайт. А также... Недавно вышло обновление GTA 5, маленькое совсем. И... Скрипт-хук... Ну, то есть, моды перестали работать. Надо ждать, когда стрим-хук... Скрипт-хук обновится, как GTA 5. Ждать не захотелось. И просто решил пиратскую версию скачать, чтобы не приходилось ничего ждать. Но почему-то, после этого, появилась одна маленькая проблема. А, не надо. У Стива Хейнса и Андреса Санчеса в костюмах появился этот маленький недочет. У обоих есть вот такая кожаная куртка. И... И на этой кожаной куртке должна быть эмблема F5B. Сзади и по бокам. Но, почему-то, она не показывается, когда я установил эту пиратскую версию. Непонятно, вот почему и как это исправить, не знаю. В сюжетном... Это не то, чтобы с читом даже не работает. Это не работает именно с этим. В сюжете даже, где Стив Хейнс такую куртку носил, у него не показывались никакие значки F5B. Почему-то... Это мелочь, конечно. Но, блин... Впечатления в игре складываются из таких вот мелочей. Ладно, в общем... Что я вам не показал. Ну, во-первых, давайте снова пройдемся по плеерам... Ауктибунс. Это я вам показывал уже. Ну, давайте еще раз покажу. Ладно, шучу, на самом-то деле он играет вот такую вот мелодию. Ладно, хорош. Дальше у нас так... Тут еще есть некоторые вещи, которые я вам не показал. Например, можно усилить скорость бега. Например, давайте... Вот. Скорость бега и ходьбы увеличилась. Давайте оставим на единицу. Если включить... Ээээ... Форсфилд... То... Если пущаут, то вокруг меня персонажи и какие-либо объекты... Будут отталкиваться. А если нажать еще раз Destroy, то они будут и вовсе ломаться и взрываться. Есть... Вот такая вот у нас супер... Суперсила. Ну, давайте ее отключим. Смэш. Эй, не надо. Держите прыжок, чтобы это сделать. Что он делает? Не понимаю, что это он делает. Ну-ка. А, я понял. Это включается супер-пуперсила. Но из-за этого прыгнуть не получится. Давайте ее отключим. Тоже суперсила. Автоматический полет. Нам плюс, чтобы зависнуть. Честно говоря, летать вот так это вообще неудобно. Совсем. Fly manual. Всем это взлететь! Нам плюс взлететь вперед. Вырубаем. Но я поставил неуязвимость, поэтому ничего страшного. В общем-то, говорят так. что у нас тут еще есть у нас есть супер бег о ее что происходит кошмар какой-то нафиг пипец автоклин я так и не разобрался что это такое о да как так можно вообще давайте его выключим есть еще супер прыжок мы прыгаем словно марио лучше без неуязвимостей такие прыжки не делать а если делать то с осторожностью ангимит спешил это спецспособность неограниченные сидел это я не разобрался что такое есть еще вот такой вот режим непонятный какой-то он дает вот такие вот эффектики странные ну качок чо написано шоу ваер хрис я не понимаю че такое но это походка вроде так вот еще с машинами что стоит показать вот я вам не показал оружие наверное на машинах а надо сесть в машине короче давайте заспауним какую нибудь машинку поинтересен а тут есть те же машинки которые я не встречал почему-то картинки не показываются блин апокалипсис до сих пор еще что ли идет какую нибудь прикольную машинку дайте мне да что нет я помню была машинка оооо да и войти вот эту штуку я не знаю конечно что это за бред на но я в гта такую вообще ни разу не видел да и эти даже от снега они загрязни загрязняются в снегу интересная вещь спаунился кстати прям в машине но можно это отключить на самом деле что еще интересного к сожалению некоторых машин нет картинки я помню где-то была где-то была машинка похожая на жигули давайте попробуем найти ее ооо вот эта машина интересная давайте ее заспауним как она выглядит внутри он давайте выключим это все чтобы я мог взглядеть чо внутри внутри она выглядит по старомод конечно но скорость у автомобиля конечно высоковато для старомодной машины такая вот машинка давайте попробуем поставить оружие вэпэнс рпг л-1 нам плюс о-хо-хо обалдеть давайте постреляем немного нажимаем плюсик и она выстреливает ракетами можно наверно на любую машину поставить две ракеты выстреливает можно устраивать вот такой апокалипсис стрелять ракетами из машины ладно давайте поставим чё-то другое фаерворкс можно запустить фейерверк да я убил кого-то просто пушки а вот просто пушки что-то не стреляют snowballs о а вот это выстреливает только что только не очень хорошо конечно видно но в принципе бесполезная штука это простые шарики какие-то белые непонятные water а можно стрелять водой как пожарные машины можно стрелять огнем и поджигать и сжигать все вокруг можно стрелять лазером можно красным лазером стрелять как звездные войны это у нас что ну-ка она стреляет вообще да стреляет только что бомбами какими-то стреляет плеерс это а это сигнальные патроны это просто сила уничтожающая какая-то тазерс это а это стреляет что-то непонятно молотовыми стрелять можно коктейлями молотовой и тоже поджигать все вокруг правда басчет зачем-то это тоже уничтожающая какая-то сила да я этой штукой в голову попал водителю дисплей пас это я не знаю что такое короче очень интересная штука реально теперь выкрутаться с некоторым оружием показать стоит переходим weapons его в weapons и вот вот что я вам забыл показать кстати еще одна рекомендация не устанавливайте чит вот этот меню pc trainer версии 1.0 скачивайте как минимум 1 1 0 1 потому что если вы скачаете 1.0 у вас будут все время всегда будут бесконечные патроны это будет это честно то есть по чесноку пройти в игру вы не сможете там бак такой был можно давайте возьмем какое-нибудь оружие почему-то когда выдаешь некоторые оружие с модификациями ставятся не знаю почему давайте возьмем бронебойный пистолет и давайте пистоли лучше револьвер пистоль если поставить инфинити а мой инклип то оружие не будет перезаряжаться потому что то я смотрю она подключить иногда экспорт ама если мы будем стрелять во что-нибудь то что то будет взрываться то есть мы бомбами по сути выстреливаем видите что происходит наша машина не взрывается почему ну ладно может я неудима случайно поставил серьезно серьезно почему она не взрывается интересно интересно если поставить мели мели это наверное вот эти вот предметы которые вместо руки например биты да если мы будем ударять каким-нибудь а если а кулаком если просто давайте просто кулаком ударим да можно и можно и пинком и кулаком уничтожать ну-ка обалдеть сейчас ударим пожарную машину давайте каким-нибудь предметом интересно разводным ключом удар офигеть удар ха 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 обалдеть вообще не встать удар зачем ты на меня огнетушителем ставишь ладно давайте это отключим tenfold bullets это я так и не разобрался что аааа вспомнил это несколько патронов сразу короче выстрелили можно также огненными патронами стрелять если мы выстрелим откуда-нибудь это место загорится можно можно настроить урон от оружия буллет тайм после выстрела время замедлится давайте надо проверить это на какого-нибудь персонажа конечно да да вот я выстрелил и замедленно сразу включается на парочка секунд на 5 где-то триггер бот это я не знаю что вы rabbit fire это можно вот так вот стрелять без конца это я не это я не разобрался это видимо штука магнитет оружие которое выпало а может и нет это что это это я не разобрался что телепорт можно выстрелить куда-то и что то не включается ну ка ему давайте другое возьмем что то не работает ну в общем вот эта штука должна работать так когда включаешь когда стреляешь куда-то персонаж телепортируется weather это я вам показывал можно снег включить в этих настройках вообще погоду настроить clock system time можно синхронизировать с временем которое у вас сейчас на часах то есть реальным временем тоже интересно вот вот одна эти очень интересная функция споннер мод его можно включить вот так а можно просто нажав на F9 здесь можно с помощью этого меню заспавнить любой объект можно например заспавнить персонажи давайте стив хейнс стив хейнс можно также заспавнить любой объект или машину но правда они тут толком нормально то не обозначен че стрип а это кресло из стрип клуба что а в общем понятно понятно нажимаем на F9 мы переключаемся вот такой вот режим давайте поставим его сюда можно перемещать любые объекты куда захочешь нажимая левую кнопку мыши удерживая и навести если курсор становится зеленым можно нажать правую кнопку мыши например на персонажа и можно его изменить можно изменить уровень здоровья можно его заморозить то есть и заставить стоять на месте но он правда и сейчас почему стоит на месте можно сделать его неуязвимым тихо ты можно поставить можно даже костюм сделать строить давайте это сделаем давайте сделаем ему костюм как было в миссии не помню как называется там надо было Фердинанда Керимова попытать так давайте поставим замедление оружия так сейчас покажу можно кстати по отдельности оружие выдавать может и там настроить по модификациям оружия и так далее так булет тайм красота не так ли опа это еще кто такие выключи этот режим нафиг что это за гады тут напали на меня вот так то получили по заслугам заразы переключаемся обратно в режим спонжер сейтингс тут можно что то настроить я так и не разобрался конечно и можно можно так же в принципе летать и рассматривать весь город ну правда весь город может и не прогрузиться там лучше персонажа переместить туда если мы хотим чтобы что то прогрузилось нажимаем снова на F9 и мы возвращаемся к персонажу наш персонаж не двигается и мы можем его разглядеть посмотрим что у него на бейджики написано блин не могу поближе вот это поближе надо как-то но федералы бюджет 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 бородка здесь нет бородки кстати еще есть еще кстати очень интересно смотреть на то когда едешь давайте заспауним машину и поедем ой нет миска фрикам но в некоторых местах вот это вот я не разобрался на самом деле катсцен плеер это типа можно катсцену что ли запустить ну ка давайте попробуем но правда к сожалению я тут не сильно то помечены тут хрен разберешься как какая катсцена где можно просто запустить и посмотреть на катсцену лоу он да да это видимо еще от персонажа зависит а вот и файби задание то есть это просто на катсцену смотришь что то это катсцена у нас не запустилась и кстати говоря почему то это я не могу идти а нет могу ладно можно любую катсцену посмотреть но выбрать какую то конкретную катсцену будет трудно сядем в машину и посмотрим включим автопилот и посмотрим как будем ехать давайте зададим точку до клуба пропащих например он где то тут находится и включим автопилот где он находится а вот гоу вейпоинт можно настроить скорость 8 на 80 и если включить f9 можно ехать из можно вот так лететь и смотреть как мы едем выглядит реально круто можно с помощью этого режима посмотреть вообще что угодно просто полетать и разглядеть все локации и так далее да мы едем со скоростью улитки наверное да вот я сам бы наверное бы доехал бы быстрее чем он а пуш пуш андер в салисовой когда эта штука включается машины другие будут отталкиваться от тебя лучше это выключить чтобы было чтобы нормально игнор на светофоры тут на самом деле надо в английском разбираться конечно давайте выключим потому что я не хочу на это долго смотреть ладно сейчас доедем до клуба пропавших закончим пишите в комментариях обязательно хотите ли вы прохождение со снегом и в 60 кадров сумеется пишите обязательно в комментариях я обязательно такое прохождение сделаю будет очень интересно ибо ее я чувствую так тормозит тали а не тормози пожалуйста не тормозила же до этого здесь где то клуб пропавших находится вот он прямо здесь сейчас мы их всех расфигачим достанем какое-нибудь оружие покруче а вот шокер давайте возьмем электро шокер извините друзья у меня очень интересная штука вы почувствуете вот такой удар током шучу вот такой удар током ой 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 они что то сильные очень оооо как их много а один из них наверху мне кажется а нет ну давайте теперь включены режим замедленных патронов и посмотрим на прикольных этих где буль а вот бульет тайм давайте поставим какое-нибудь интересное оружие и револьвер и посмотрим как это будет выглядеть в замедленном режиме вот классно выглядит давайте теперь другое со снайперской выходи теперь с двухствольного обреза с двухствольного обреза это вообще жестко выглядит а там с другой стороны еще спустился зараза хороший удар и в голову нет и в голову и в туловище ладно давайте это выключим в общем вы поняли ссылка на чит будет в описании ну точнее будет ссылка на то как установить его а под тем видео будет и ссылка на него конечно же ну что ж хотите прохождение со снегом пишите в комментариях ну а с вас лайкос подписывайтесь на мой запасной канал и на группу вконтакте на мой второй канал на группу вконтакте всем пока и